здравствуйте друзья тут вот в связи с понятными событиями идет понятная дискуссия постоянно идет о коллективной ответственности вот что там как бы все в ответе там и так далее так далее и я вспомнил этим похожий разговор который произошел между авраамом и всевышним по поводу уничтожения городов садом и гамора люди там себя плохо вели и надо сказать что вот конкретно в иудаизме например или и в христианстве расходится там концепция вот это вот грантные концепции чем они собственно провинились если в христианской версии больше всякими извращениями сексуальные то в иудейской они плохо себя вели плохо к людям относились недружелюбные были вообще вот чисто в человеческом отношении вели себя плохо но не суть несу значит они себя вели плохо и вот стал быть господь до которого дошли слухи вопну вопли так сказать но скорее всего что люди которые пострадали вот от этих вот саморов содомовцев и гаморовцев вот может быть вопли этих людей дошли до господа и он спустился сказать разобраться в чем дело но не один пришел там с двумя ангелами него пришли они втроем стали значит там разбираться на месте и происходит разговор господь говорит аврааму ты как доверенно я тебе расскажу это что буду уничтожать значит есть предложение уничтожить содом и гамор и тот говорит абраам а там жил его племянник лод с женой и двумя дяди черми проживал в содоме и он говорит господь и он говорит но неужели ты уничтожишь содом даже если там будут жить 50 праведников праведников тот говорит но если 50 праведников то конечно я не буду пощадю так сказать тот говорит ну хорошо говорит абрам а если до 50 не хватит всего пяти если будет 45 праведников неужели ты уничтожен он говорит ну 45 тоже там короче значит ставки понижаются 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 в итоге доходит до 10 то есть бог его г-10 пощадю а меньше уже нет тут возникает вопрос конечно сколько там было население в этой в этом содоме и в той гаморе я пытался погуглить поискать на эту тему ничего такого не не нашлось но помню раввина одного слушал а есть всего один которого я так периодически слушаю там онлайн вот и он когда эту историю рассказывал у меня есть кстати видео про соляной столб жена но я превратилась в соляной столб когда они уходили из содома и она обернулась за это ее превратили в соляной столб вот если не такой видим можете поискать на соляной столб в этом так вот значит раввин этот он говорил что там население было 2000 человек откуда он знает я не знаю у него какие-то свои источники ну пусть будет 2000 человек из двух тысяч человек ну понятно что мужчин только половина там тысячи человек мужчин из этих мужчин с учетом того как люди тогда жили и сколько детей они имели и в каком возрасте должен быть человек чтобы вот что это праведник то есть наверное там возрасте 15 лет я не знаю можно быть праведником в 15 лет но может быть можно но я не знаю чем к чему я рассказываю что количество людей которые в принципе могли бы квалифицироваться как праведники вот мужчины женщины не счет мужчины там как-то уже немножко постарше и не дети ночью на тысячу человек всего мужеско полу населения но может быть было давно но я за ну пусть будет 500 но пусть будет 500 человек которые могли квалифицировать значит 10 человек на 500 то есть 50 мы понимают и каждый день это 10 процентов много праведников но когда вы на всего 10 это еще 2 процента населения так там не было двух процентов там не нашлось там 10 процентов после 10 10 праведников на эти 500 человек 2 процента не нашлось ну и что было дальше вы все знаете да так что мир спасут праведники друзья вот их не на их не надо много но вот они вот за них там всем остальным проститься такая вот интересная у меня мысль а я думаю что вот случись вот это вот разбор там допустим в наше время они в там не то что там 10 они бы одного не нашли на на сток народу а чё там народ всего ничего а иди на тысячу человек одного найди праведника вот я на тебя посмотрю вот одного найди так что друзья явно наше время как-то так не способствует появлению праведников или они как-то незаметно себя ведут и мы как-то вот даже не знаем где они такая проблема счастливо